Приветствую, друзья! Хамас напал на Израиль. Или даже не так. Хамас устроил террористическую атаку с убийством мирных граждан и захватом заложников из числа граждан Израиля. В этом нападении нет никаких неопределенностей. Нет никакого не так все однозначно или обе стороны виноваты. Нет. Все абсолютно четко и понятно. Есть террористы, чья цель добиться спонсорских денег и политических уступок путем атаки на мирное население. И есть жертвы. Вообще, есть очень простой и легкий способ понять, кто есть кто в конфликте. Понятно, что когда идет вооруженное противостояние, то сопутствующие жертвы и жертвы среди гражданских практически неизбежны. Но есть четкий водораздел. Если одна из сторон осознанно и намеренно ставит в свои цели удары по гражданскому населению, то это террористы. Никакая цель не может оправдывать убийство гражданского населения. Этот подход, кстати, легко применить к войне Путина против Украины. Вот кто целенаправленно уничтожал и уничтожает гражданские энергетические объекты? Ответ очевиден. Тактику террора, когда мирное население и гражданские объекты являются мишенью, используют Путин и его генералы. Они террористы. Вне зависимости ни от чего остального. Хотя и по всем остальным позициям это, конечно, захватническая и несправедливая война со стороны России. Я глубоко сочувствую израильтянам и поддерживаю государство Израиль. На них напали. Их целенаправленно убивают. И я не знаю, каким людоедом надо быть, чтобы оправдывать этот акт террора. Но у этой трагедии есть еще одно измерение. Вот вы заметили, насколько частыми и, к сожалению, обыденными вдруг стали немыслимые уже более полувека вооруженные конфликты. Вторжение в Украину, война в Карабахе, нападение Хамаса на Израиль – это только последние недели. Конечно, это все очень разное по своей природе масштабу и последствиям ситуации. Но общий паттерн. В мир снова вернулось вооруженное насилие. Насилие как способ разрешения политических задач. Мы привыкли жить в послевоенном мире. В мире, где есть правила и есть табу. В мире, где войны и вооруженные конфликты высокой интенсивности редки. В мире, где цена человеческой жизни настолько высока, что любые противоречия решаются в рамках переговоров с учетом международного права. Мы настолько привыкли к этому, что стали воспринимать эту ситуацию как данность, как что-то, что было всегда и будет вовеки. Но если взглянуть на историю человечества, то мы увидим, что это скорее исключение из правил. Люди веками разрешали противоречия оружием и войнами. Просто потому, что война, к сожалению, очень эффективный прием для решения политических задач. Особенно, если вам плевать на человеческие жизни. Путин узурпировал власть в нашей стране. Он превратил Россию в гигантский кошелек для своих друзей, подавил политическую конкуренцию и отбросил страну на десятилетия назад ради личной власти. Но помимо этого, ради удержания этой власти, он внес существенный вклад в разрушение, как оказалось, достаточно хрупкой системы международной безопасности. Эта система строилась на принципе неприемлемости войны как способ достижения целей. Конечно, всегда были пограничные ситуации, серые зоны, локальные вооруженные конфликты, в которых обоснованность применения силы была под вопросом. Иногда под большим вопросом. Но все же, большие вооруженные конфликты в нарушении международных законов и границ с целью захвата чужой территории казалось, что ушли в прошлое. Казалось. Путин доказал всему миру, что если у тебя есть достаточно ресурсов и аргумент в виде ядерного оружия, то ситуация меняется. Оказалось, что международное сообщество не может или не хочет остановить несправедливую войну или даже аннексию чужой территории. Война снова стала очень эффективным способом решения разных проблем и политических, но и личных корыстных. Оказалось, что высочайшая цена человеческой жизни в 21 веке удерживает большинство цивилизованных стран не только от начала вооруженных конфликтов, но и от попыток принуждения инициаторов войн к соблюдению международного права. Сложилась ситуация, в которой те, кто не ценит жизнь и готов начинать войны, получают гигантское преимущество. Война снова стала эффективным и приемлемым способом достижения целей. И я боюсь, мы только в начале этого периода. За последнее время самой частой претензией к моей политической позиции является упрек в том, что я допускаю силовой сценарий смены власти в России. Часто говорится, что я призываю к ним. Но это не мое желание. Это не мой замысел и не мой план. Это просто признание очевидного. Мир находится в ситуации, когда все диктаторы, автократы, фанатики, радикалы всех мастей убедились, что насилие эффективно, и они не собираются отказываться от этого инструмента. Они нарушают правила, они используют силу оружия, они убивают и насилуют, и не собираются останавливаться. Что этому можно противопоставить? Тонкие и умные избирательные компании? То, что Путин делает в Украине, да и в России, не сильно отличается от действий Хамаса. Мы все видели ужасные кадры из Израиля с убитыми и захваченными боевиками мирными жителями. У вас же нет возражений, что справедливым и действенным ответом на это будет именно силовой ответ, а не убеждение и не агитация. А в России или Украине сейчас происходит что-то иное? Кадры из Израиля, где на музыкальном фестивале были убиты сотни парней и девушек, чем-то отличаются от кадров из Буча? По-моему, нет. Пытки и 25-летние сроки для оппозиционеров в России принципиально отличаются от захвата заложников Хамасом? Нет. Тогда почему мы, ну, по крайней мере, адекватные люди, допускаем необходимость силового принуждения боевиков Хамаса, а путинский режим – это что, что-то другое? Мне кажется, что много людей просто путают желаемое и действительное. Нам никому не хочется вступать в силовой конфликт. Это абсолютно нормально. Я вот лично по бэкграунду бизнесмен. Я привык решать проблемы переговорами. Я был бы счастлив, если можно было бы сесть за стол и при помощи разумных аргументов, юристов, контрактов найти какое-нибудь удовлетворяющее всех решение. Но это может быть только в той ситуации, когда все заинтересованы в поиске такого решения. А если у одной страны есть сила, и она не собирается от нее отказываться, потому что незачем, потому что сила работает, потому что сила эффективнее, тогда, наверное, надо продумывать иные сценарии. Ну, хотя бы продумывать. Конечно, может быть, все обойдется. Может быть, хотя никто не смог пока внятно сформулировать такой сценарий, власть, в котором в России сменится на честных выборах. Кстати, я всегда готов с таким сценарием ознакомиться. Я готов признать его реалистичность, если кто-то предложит. Просто пока никто не смог. Ну, допустим, такой сценарий будет, и к честным выборам тогда мы всегда успеем подготовиться. А вот если нет, если не будет честных выборов, если вместо них будет бесконечное удержание власти и бесконечная война для такого удержания, то что тогда? Будем вечно ждать, пока рассосется? Я не призываю к вооруженному восстанию, тем более не призываю к тому, чтобы каждый представитель демократической оппозиции брал в руки автомат и шел свергать Путина. Я лишь говорю, что наиболее реалистичный, а значит, наиболее вероятный, скорый и достижимый способ смены власти в России произойдет лишь при использовании или при угрозе использования силы. Можно не хотеть принимать в этом участие. Это нормально. Правда, в этом случае надо смириться с тем, что власть либо не поменяется, либо поменяется на кого-то, кто вам не очень понравится. Если вы не откажете влияние на смену власти, то вряд ли кто-то будет учитывать ваши интересы. Я готов принять встречные аргументы, если кто-то представит альтернативный, реалистичный план. Но пока мы видим, что Путин и его режим не просто готовы на любое насилие ради удержания власти, но и делают такое насилие все более общепринятым инструментом мировой политики. Счастливо вам. Желаю народу Израиля и народу Украины сил и выдержки, российскому гражданскому обществу реализма, даже если выводы из этого реализма не очень приятны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова